Магнитогорский металлург неудачно открыл очередную домашнюю серию. Во встрече с одним из самых принципиальных соперников, казанским Акбарсом, подопечные Йозефа Яндыча, сумели оправиться от провального старта и отыграть дефицит в две шайбы, но в итоге все же уступили. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. После завершения непростой поездки по маршруту Москва-Минск-Подольск-Санкт-Петербург магнитогорцам выпала столь редкая в нынешнем сезоне трехдневная пауза. Этот перерыв к огорчению болельщиков не только помог Металлургу восстановить силы, но и выбил команду из игрового ритма. В дебюте матча хозяева безоговорочно проиграли сопернику в скорости, движении и силовой борьбе. Уже к исходу 15-й минуты барсы вели с преимуществом в две шайбы. Отличились Артем Михеев и Иржи Секач. Последнему помог забить рикошет от клюшки Алексея Береглазова. Вообще вышли не готовы на борьбу, потом немножко хоть подзавелись, начали бегать. А так просто вышли как сомные мухи. Помогла магнитогорцам вернуться в игру недисциплинированность гостей. На последней минуте стартового отрезка Металлург со второй попытки реализовал большинство. После идеального паса Ника Шора капитану магнитогорцев Сергею Мазякину оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам. Лучший бомбардир отечественных чемпионатов прервал свою затянувшуюся голевую засуху и сократил отставание. Главными героями следующего периода стали вратарь магнитки Василий Кошечкин, который не раз срывал овации трибун, и самый результативный игрок ноября Николай Кулемин. Он заставил болельщиков с ностальгией вспомнить о своей игре в России до отъезда за океан. В меньшинстве Кулемин по широкой дуге ушел от одного соперника, фирменным финтом дезориентировал второго и неотразимо бросил. Второй период, конечно, не в сравнении Магнитогорска. Забили два гола, ничего страшного. Игра ровная, я считаю, что у каждого есть шансы, и надо выходить в этот период и избивать голы. Гол в заключительном отрезке был только один, и его сумели забить гости. Защитник-ветеран Андрей Марков, который огорчил «Металлург» еще в историческом финале Евролиги почти 20 лет назад, помог Артему Лукаянову забросить победную шайбу. Несмотря на все старания хозяев, перебросавших соперника 13-9, спастись им не удалось. Два-три. Следующий матч Магнитогорцы проведут дома 24 ноября против Нижнекамского нефтехимика. Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в субботу в 16 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.